По апрельским данным в ЦОМ, 9 из 10 россиян, 91% считают себя патриотами. Почти половина из запрошенных под патриотизмом понимают работать и действовать во благо процветания страны. Каким должно быть современное патриотическое воспитание? Об этом заместитель директора по воспитательной работе Таврической академии КФУ имени Вернацкого, председатель исполкома Крымского регионального отделения общественной организации Ассоциации юристов России Зиния Алимов. Патриотизм – это составная часть жизнедеятельности университета с учетом современных реалий. Ранее патриотическое воспитание всегда занимало отдельную роль, но на сегодняшний день с возникшей ситуацией оно приобрело более актуальный смысл. Поэтому формирование правильных жизненных установок у современной молодежи – это одна из важнейших задач не только университета, а всего государства. Я понимаю, мы понимаем, что отдельное особое внимание уделяет школа, потому что в школе формируется личность. К нам уже приходит более сформированная личность. С одной стороны, университет сталкивается с определенными сложностями, когда университету приходится немножко переломать личность, чуть-чуть ее перестроить и направить в нужное русло. Я, конечно, настоятельно рекомендую всем преподавателям преподносить, работать с молодежью и преподносить, объяснять молодежи, для чего мы это делаем и почему мы это делаем, чтобы молодежь понимала, в чем особенность. Когда мы начинаем работать, объяснять, когда они начинают нас понимать, молодежь, конечно, они меняются, им намного становится приятнее работать. Когда мы их насильно куда-то загоним и не объясним ничего, конечно, это будет негативный эффект. Поэтому самый позитивный эффект – это объяснять молодежи, работать с молодежью и направлять нужное направление. Самое главное – это то, чтобы молодежь гордилась сформировать чувство гордости за страну. Чувство гордости, например, у нас очень хорошие спортсмены. Гордиться, что у нас есть такие спортсмены, которые с учетом современных реалий, с учетом таких сложностей, они преодолевают эти сложности и занимают первые места. Поэтому вот сформирование чувства гордости, гордости на разных уровнях. Гордиться университетом, гордиться городом, гордиться республикой, гордиться в конечном итоге своей страной. Вот такие, если мы сможем привить такие чувства гордости будущему поколению, то за нашей страной, за нашей молодежью будет будущее.